Девушки отдыхают 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 найти я покажу тебе где я ее похоронил я выкупу эту самую могилу под порогом а и так и так пригодится если превратить и гушу вчера не получится будет где похоронить нас обоих чем быстрее совсем разберемся тем лучше лучше всего сегодня в полночь тогда давай тут подождем а ближе к полуночи выйдем я покажу тебе могилу вели людям сидеть по домам и пусть насыпят под дверью черту из соли и постарайся протрезветь взять лопату ну чтоб могилу раскопать бери пригодится только могилу раскапывать не понадобится еще немного давай за мной имя ребенку дали а нет это зря имена сильные магические печати это здесь отличное ты место выбрал да оставьте меня уже я сука знаю что так и делается хорошо что знаешь яма раскопанная и пустая что это значит что и гоша вышел на охоту смотри возьми его на руки быстро а если он разозлится он же нас мигом загрызет не повышать голоса не то растревожишь его пока он спокоен ни хера себе что ж будет если он забеспокоится он перегрызет тебе шейную артерию и ты истечешь кровью прежде чем я не успею тебе помочь скажи если он начнет вертеться успокои его магией подними его возьми его в руки боги мои вернемся в замок как прямо с ним кажется ты хотел проверить силу легенд и обратить его в чур а черт и голодные призраки они чуют и гошу в возбудили если следует г а а и а и а и и и и и Он вертится. Сейчас вырвется. Успокой его как-нибудь. Да не источник, столбом! Сделай что-нибудь, мать твою! Фух, успокоился. Что-нибудь? Ну, а что ты с ним хочешь сделать? Я ничего, а тебе надо его зарыть под порогом. Если предания не врут, к следующему утру он превратится в Чура. Тогда он будет связан с твоим домом, а мне поможет найти твою семью. Их все больше, надо спешить. Ну так давай, я не собираюсь ждать, пока нас сожрут. Их все больше, надо спешить. Опять тоже. Не сбивайся. Получилось. Перестал вроде. Ты выбрал имя? Нет. Ну так придумай какое-нибудь, это важно. Ну, это... Это... Это девочка. Как Анна хотела бы ее назвать? Что теперь? Повторяй за мной. Силами неба и земли. Силами неба и земли. Миром, что не стал твоим домом. Миром, что не стал твоим домом. Прости меня та, что пришла, и кого я не принял. Прости меня та, что пришла, и кого я не принял. Нарекаю тебя именем, и скажи его. И признаю дочерью. Нарекаю тебя, Дея. И признаю дочерью. Хорошо. Теперь взорвай тело. Хорошо. Теперь взорвай тело. Что теперь? Через сутки Дея должна превратиться в Чура. Я останусь здесь и подожду, а ты возвращайся к себе. Я подожду с тобой. Исключено. Но... Ребенок-то мой. Я за все в ответе. Поздно проявлять родительскую заботу. Потом ты ничего не сможешь сделать. Но я... Никаких но. Это работа для Ведьмака. Я должен ждать здесь, пока Егоша не превратится в Чура. А ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства. Взываю к тебе силой крови и заклинаю именем. Услышь и приди на мой зов, Дея. Укажи мне дорогу к своим кровным родичам. А твое бледное рыло людей не бесит? На! Ворон, как накатит, так злой делай. Нет! Колдовство! Меня жопа сгниет, если лить не перестанет. Сука. Погоди, Плотва. Быстрей. Погоди, 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 Погоди. Шевелись, Плотва. Похоже, там не лаванду держали. Может, стоит туда заглянуть? Нет. Одежда? Здесь кто-то переодевался? Браслет. Наверняка его обронила одна из них. Подкова. С Малакуром не хватило бы денег на коня. Обе были здесь. Значит, я иду правильно. Она хочет показать мне что-то еще. Надеюсь. Она хочет показать вам мир. Сейчас. Она хочет cóсп我很pelled. Всем привет. Лيد! Она хочет показать вам мир. Или не меня нет? Или нет? Или нет? Или сука. Или нет? Или 기자. пошла но пошла здесь уже побывали трупа ехать но все равно стоит взглянуть осмотреть труп лошады а 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 и Продолжение следует... Что у нас тут? Костя лежат тут уже какое-то время. Седло прогрызли. Трупоеды становятся все прожорливей. Следы огромных когтей. Это не трупоед. Не хватает подковы. Это стечение обстоятельств. Или конь потерял ее на старой смолоконе. Оторвать башку мог только кто-то очень сильный. Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь. Будем надеяться, они все-таки выжили. Похоже, след ведет дальше. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, эй! Рыбацкая хата? Наверное, он хочет, чтобы я осмотрел это место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А кто это? Идите в другую комнату. Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю, ничего у нас нет. Ничего не знаем. Мне нужны сведения. Я ищу двух женщин. Жену и дочь кровавого барона. Никого тут не было, сударь. Может, хоть мимо проезжали? Девушка, невысокая, лет двадцати. Ее мать, худощавая, под сорок. Видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Тихо, сынок. Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Аксенфорте. А с госпожой Анной тут другое дело. Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем в Вавроницах. У господина барона. Почему? Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил. Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их в старой смолокурне. Привел коней. Лютый был холод, а темно так, что я на два локтя ничего не видел. Месяц стоял высоко, а они все не приходили. Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило. Но, наконец, они явились и отправились мы в сторону реки. Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь. Я решил было, что мне башку оторвет. А вдобавок, эти здоровущие птицы. Их целые тучи кружили над лесом. А крик такой подняли, что аж в ушах свиняла. Госпожа Анна крикнула и скорчилась. Тамара взяла ее за руку. И я увидел. На ладонях у нее пылали знаки. Какие знаки? Ну, такие, будто ей кто железом выжиг. На ладонях, изнутри. Выжиг? Как клеймят скот? Ну да. Только эти знаки были не почерневшие, а раскаленные, точно живым огнем светились. Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще, словно кто все звезды погасил. В одну минуту сверчки утихли, а из лесу вдруг такой рык раздался. Меня холодный пот прошиб. Я дух перевести не успел, как исчащик. Выскочило чудище, огромное, что твой сарай рогатая, и глаза горят, как раскаленные угли. Я-то думал, конец мне. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны. Башку ему оторвало, а саму ее в лес унесло. Наши кони, значит, мой и барышни Тамары, переполошились и понесли, куда глаза глядят. Только потому мы избежали. Тамара хотела вернуться за матерью, но на счастье жена ее отговорила, убедила, что одной ей ничего не сделать. На Кривоуховых Топях я встретил женщину с пылающими знаками, вроде тех, о которых ты говоришь. Стало быть, это она и есть. Госпожа Анна. Боги. Она на Кривоуховых Топях. Там я ее видел в последний раз. Ради всех богов на нашем свете. Теперь я понял, что за голос шептал в темноте. И что ты понял? Ведь мы ее забрали. Должно быть, она с ними сговорилась, значится. Договор заключила. Потому они ее отметили и забрали как свою. Спасибо тебе за помощь. А с тетенькой? Все с ней будет хорошо. Я сделаю все, что смогу. Значит, здесь кончается наш общий путь. Благодарю тебя, Дея. Иди с миром. Поехали. Спасибо.